Приветствую тебя в очередном модуле видеокурса Анимация с нуля в Adobe Edge Animate Меня зовут Фёдор Васильев И в этом уроке мы с вами поговорим о звуковых файлах Как их использовать, как их внедрять И как можно синхронизировать звук с какими-либо действиями Начиная от того, что на ваш, например, сайт На ваш анимированный сайт, например, можно поставить фоновую музыку Можно поставить плеер управляемый Или ставить, например, какие-то звуковые эффекты Например, введение мыши на кнопку И сейчас перед вами я сделал вот такой небольшой пример Как можно использовать звук в наших проектах Итак, давайте посмотрим, что я сделал Вот такая небольшая презентация Сделал просто для примера И давайте этот пример с вами разберем Как он устроен Переходим в программу Adobe Edge Animate Все как всегда, создаем новый проект Наша сцена 700 на 422 Как обычно, в папке с уроком Вы сможете найти все необходимые файлы Я просто из своей рабочей папки Выделяю все элементы Которые я подготовил для этой презентации И уже знакомым вам способом Просто перетаскиваю Теперь первое, что мы делаем Мы расставляем все на свои места Так, это пока уберем в сторону Так, это оставляем здесь Это в самый низ Шторки у нас, наверное, будут на самом верху Так, play Play будет у нас тоже наверху Пока его отключим Так Здесь замочек И давайте разберемся со шторками Аккуратненько вот так их выстроим Так И у нас тень Тень у нас идет Ниже Шторок Так, вот теперь я выстроил все правильно Выстраивайте, как у меня Просто посмотрите У вас также они будут помечены цифрами, как у меня Чтобы вам не запутаться Чтобы вот тут тень и все ровно сейчас лежат Вот просто посмотрите вот сюда Ниже идет третья Шестая Четвертая Вторая Первая Пятая И play Идет выше всех Все, выстроили так И давайте начнем делать анимацию для нашей кнопки Прежде всего Все конвектируем в символ По play Convert to symbol Все остальные элементы, да Кроме play Мы заключаем в другой символ Символ 2 Заходим в первый символ То есть в нашу кнопку play В самом начале Ставим stop Вот кликнул play Back Стоп И потом два раза кликаю Вот по символ У нас вот здесь прорисовалось Кусочек кода Стоп Все, здесь ничего больше не делаем Чуть отступаем И у нас в примере Кнопочка немножко сначала увеличивается И потом на нет уходит То есть когда мы на нее нажимаем Проставляем анимацию Выделяем наш объект Также я поставил сетку под 4 Вот таким вот образом И в transform ставим 110 То есть она у нас вот так немножко поднимется Двигаю пин На конец анимации И двигаю Ползунок Еще На одну ячейку Да Помните мы вот здесь Я вам уже говорил Да 4 секунды я выставил То есть чтобы удобнее нам было работать Иду опять в transform И 0 Отключаю пин То есть немножко поднялась И ушла Дальше Тут такой есть маленький нюанс Когда у нас Есть кнопка И она вот так вот уходит Это ни о чем не говорит Что ее вовсе нет У нас на этом месте Что даже нам ее не видно Будет висеть пальчик Если мы наведем в эту область И кликнув вот в этой пустой Казалось бы прозрачной области Все равно кнопка проиграет снова Ее нужно не просто Здесь поставить стоп А ей нужно отключить И поэтому в конце анимации Мы опять кликаем триггер И вот здесь вот есть такой Hide и Show Кликаем по ней Появляются три кнопки И кликаем первая кнопка Hide Появится символ 1 Два раза кликаем по символу Все Закрываем И в конце Немножко То есть немножко я отступаю Кликаем опять по триггеру Стоп Вот такая вот конструкция То есть вы должны понимать Если я вначале поставил триггер стоп Значит автоматическая анимация Вот эта вот Когда она поднимается и исчезает Автоматически не проиграет Это нам нужно специально Чтобы это сработало только по клику На данную кнопку Соответственно Мы ползунок ставим Вот смотрите Прямо в начале анимации Не на стопе А вот в начале анимации Чтобы вот эта красная линия Соприкасалась вот с этим вот С нашей анимацией Здесь кликаем Вот здесь по галочке Я ставлю лейбл 1 Нажимаю Enter Теперь выходим из символа Выделяем наш первый символ То есть это нашу кнопку И по ней правой кнопкой мыши Либо Вот здесь вот В скобочках напротив нее Также кликаем мыши Выбираем свойство клик Playback Play И кликаем один раз по Stage И в новом появившемся окне Выбираем Символ 1 То есть это наша кнопка И два раза по нему кликаем Дальше вот где play И между скобочками Ставим курсор На английской раскладке Где буква E С зажатым шифтом Ставим вот такие значки Между ними Ставим единицу То есть мы говорим Символ 1 Играй С первого Лейбла Закрываем Контур Enter Посмотрим что получилось в браузере Итак я навожу мышку На кнопку И кликаю И у нас все нормально Получилось Идем далее После того как кнопка у нас исчезнет Как в примере у нас бегут с вами цифры Поэтому берем текст Делаем вот такой большой квадрат Пишем тройку Сразу берем цвет Белый Ставим по центру Размер 500 Вот видите у нас край тройки вылез Вот видите за рамку Нам нужно немножко поднять ее вверх Чтобы она вписывалась Вот в эту вот синюю рамочку Поэтому где элемент текст Если у вас будет вот так свернуто Здесь вот по стрелочкам кликаем И вот здесь вот находим вот такой вот значок И мышкой тянем его Влево И видите как наша тройка поднялась Оставляем так Теперь по этой тройке кликаем правой кнопкой мыши Дубликат Кликаем два раза Ставим двойку Опять правой кнопкой мыши Дубликат Два раза кликаем левой кнопкой мыши Единица Закрываем Теперь выделяем вот здесь вот все наши три слоя текста И делаем третий символ Ок Третий символ можно переместить Ниже кнопки Заходим в наш символ С данными цифрами Опять же вот смотрите Где у нас заканчивается кнопка Двигаем ползунок сюда И оставляем его на этом месте Если мы сейчас зайдем в символ 3 То есть к нашим цифрам Ползунок останется на этом же месте То есть мы знаем что здесь заканчивается анимация кнопки play И прямо отсюда можно сделать проигрывание цифр Так выделяем Все три текстового слоя с цифрами И на панели их отключаем И вот эти ключевые кадры двигаем в самое начало И первый у нас будет включаться тройка То есть это нижний текст Там где стоит ползунок Просто включаем on То есть вот так вот проиграет там у нас play И включится on Так Теперь пришло время закинуть наш музыкальный файл Вы помните как в примере При каждой появлении цифры идет звуковое сопровождение В папке с дополнительными материалами Найдете звук Я его просто пометил как пик И так же можно просто перетянуть к нам в программу Он у нас появился вот здесь значок ноты Media За него перемещаем, ставим ниже Он у нас будет рядом с третьей Ниже, да Итак, как нам сделать так, чтобы media проигрывала именно тогда, когда появилась тройка Ползунок ставим Напротив Ключевого кадра, где у нас включается троечка Выделяем наш media И рядом вот здесь есть плюсик Кликаем по нему И в всплывающем окне нажимаем play И у нас появился вот такой вот элемент Со стрелочкой Говорит о том, что когда ползунок дойдет до этого момента Проиграет этот данный звук Также Если я навожу мышку Вот на этот треугольничек Я могу перемещать вот так вот по шкале времени наш музыкальный файл Теперь давайте создадим анимацию Такой же длины, как этот музыкальный файл для нашей троечки Выделяем здесь тройку Ставим пин И ползунок двигаем до конца Вот музыкального файла Идем в transform И ставим здесь 0 То есть появится тройка И она у нас уходит Так И таким же образом мы подключаем следующий текст Включаем его on У нас подключается двоечка Теперь клонируем наш media файл Вот здесь вот по нему кликаем Правой кнопкой мыши то же самое Duplicate Двигаем его чуть выше Перемещаем его в начало нашей двойки И так же нашей двойке задаем анимацию И все то же самое делаем дальше Выделяем наш первый слой текстовый Это уже единица И включаем его Также здесь клонируем музыкальный файл Двигаем media выше Перемещаем наш музыкальный файл дальше Выделяем текстовый слой Пин Двигаем наш ползунок И в transform 0 Проиграем Все замечательно сработало Не забываем в самом конце ставим Стоп И наверное вот давайте чуть-чуть отступим Ставим label Двоечку Выходим из символа Идем выделяем наш первый символ Напротив него кликаем Ставим курсор Чтобы не гал ниже нашей вот этой конструкции Нажимаем playback Play Stage И символ 3 И такая же операция Только здесь ставим Двоечку Да и забыли в начале нашей анимации Бегущих цифр Мы забыли поставить в самом начале Стоп Чтобы автоматически они не проигрывались Заходим в символ Где наши цифры И в самом начале Тоже ставим Стоп Смотрим что получилось в браузере И я немножко не рассчитал Цифры бегут раньше Не успела кнопкой уйти Как цифры побежали Да Поэтому давайте попробуем Двоечку передвинуть Сначала Все анимации Опять Ctrl-Enter Вот сейчас уже лучше И немножко все равно Можно сделать Чтобы была задержка Да Чтобы цифры не так сразу бежали Можно просто Вот наш лейбл переместить Ну вот С самого начала кадра То есть соответственно Вот это время Начинается анимация Играть, играть, играть И как только появляется Первая анимация Начинается троечка Да То есть здесь Прямо впритык получается Но если вас Это не устраивает И вы хотите сделать Задержку еще дольше То придется Вот так вот Зажатым шифтом Все выделять Всю анимацию Потом выделять Отдельно Наши музыкальные файлы И двигать Прямо здесь На шкале времени Вправо Но меня устраивает Данный результат Сразу бегут Цифры И оставим так Последний шаг Мы будем анимировать Шторки Появления Нашей Engine Animate Выходим из символа И это у нас Символ 2 Самый последний Нижний Да Так Давайте посмотрим Где у нас Заканчиваются Цифры Заходим в символ 2 Находим наши шторки Это первая И вторая Выделяем первую Обращаем внимание Что я ползунок не двигал Он сейчас стоит верно Когда у нас Заканчиваются цифры Отсюда И начнется Проигрывание Анимации Когда шторки Как бы Зашториваются Да Поэтому здесь Пин И двигаем Вправо Наш ползуночек На какое-то Расстояние И двигаем Зажатым Шифтом Нашу шторку Вправо Стрелкой На клавиатуре Да Таким вот образом Копируем Анимацию Выбираем Нашу вторую Шторку Отключаем Пин Пузунок Я поставил В начале Анимации Первой шторки Выделил вторую шторку И правой кнопки По ней Вставить Потом сразу Кликаем По этой анимации И Нижняя Позиция Из западающего Списка Инверт Кликаем И у нас Получается В разные стороны Уезжают Шторки Да Так Шторки Выехали Потом сразу Отключаем Вот это Затемнение Это у нас Четверка Ей Здесь Просто Выделяем И ставим Ей Офф И сразу На этом месте Мы можем Включить Аплодисменты Из дополнительных Материалов Берем Звук Итак Я перекинул Он у меня Вот здесь Вот Черточка 22 И когда Заканчиваются Наши шторки Включается Свет Сразу Можно Включить Выделяем Его здесь На шкале Времени Опять Кликаем По плюсику И play И обращаем Внимание Что Там где Вот этот play Отсюда И будет Играть звук Как только До него Дойдет Ползунок То есть Анимация С нулевого кадра Бежит 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 И потом Вот так Вот играет Здесь Звуковой файл Идем Крутим Вот этот Ползунок Нижний Там где Кончаются Вот эти Вот стрелочки Видите Такие серые Это длина Нашего музыкального файла Ползунок Двигаем В конец Этих стрелочек Кликаем По триггеру И так же Ставим Стоп Идем В самое начало Анимации Ползунок В самое начало Тоже Ставим Стоп Ставим Лейбл Например Три Выходим Из символа Находим Нашу кнопку И Делаем То же Самое По включению То есть По сути Что мы делаем Вот одна кнопочка Выполняет Три действия Она сама себя Сворачивает Она включает Цифры И она Включает Следующий эффект Когда шторки Зашториваются И звучат Аплодисменты Все то же самое Плей Плей Символ Два Только здесь Между кавычек Мы ставим Три Играет Третий Лейбл Надеюсь Это понятно И давайте Посмотрим Что у нас Получилось В браузере У нас Все замечательно Получилось Если вам Что-то Было Непонятно Недорассказал Или что-то Вам было Непонятно Вы всегда Сможете Открыть Вот этот Мой готовый Файл проекта Через свою Программу Adobe H Animate Желаю вам Удачи И увидимся В следующем Уроке Продолжение следует...